Доброчинные акции, концертные и забавляльные программы, спортивные споборницы, водная регата и многое иншее. У Гомеля сегодня масштабно отзначили свято працы. За урочистостями сочили наши корреспонденты. Уже другой год запор. Выхованцы у Луковской допоможной школы-интерната свято працы чекают за сабливой нецерпливостью. Лепшие наученцы отрымливают в этот день от областного объединения профсоюзов особливый подарунок. Не обмежеванный доступ на аттракционы, которые размещены в Гомельском парке. Каждый отрымал специальный бронзалет, который изъявляется универсальным билетом. Метод оброчинной акции не только порадовать детей, а леи мотивовать. Вот эти браслеты, это для деток, которые преуспели в этом текущем году и в прошлом, скажем так, в учебе, в спорте. И определенное количество детей получили эти браслеты как стимул. Наша сегодняшняя задача первая мая сохранить, как праздник труда, донести до детей, чтобы дети понимали, в чем сущность этого праздника. И участвовали в нем, в какой-то той или иной мере. Все это профсоюзному руху Беларуси исполняется 115 годов. Гомели свято працы у юбилейный год отзначили одразу на трех пляцовках. У парку на летней эстраде концертные и конкурсные программы были различены на детей. Завершилось тут все флешмобом «Мы за мир». На набережной Сожа кипели спортивные страсти. Нестафеты, гульни, легкоатлетичный пробег, а так само рыгата. Коля тысячи детей приняли удел у святи. Не только працевными, а и спортивными досягнениями гонорация сегодня профсоюзы. Школа наша на хорошем счету. Очень много у нас участников и чемпионата мира, и Европы. Много победителей, призеров. Наши великолепные гребцы, наши борцы. Всегда занимают достойные места. На площади повстания перед початком концертной программы презентовали троллейбус с логотипами Беларусской Федерации профсоюза. Уходить он будет по маршруте номер 4 – вокзал Злин. После отбылось ознагороджение первоможцев конкурсу профессийного майстерства «Гомельские майстры». Дипломы отримали 15 человек. Концерты, викторыны, гульни, спортивные споборництвы и программа святкования 1 мая отрималась насыщенной. Однако свята працы – это не только забавы, но и еще вспомины и традиции. Праздник 1 мая – это праздник моего детства. Я вспоминаю, как мы все с семьей. Я маленькая, лет 5 мне было. И мы с семьей всегда наряжались. Всегда одевали новые наряды, шли. Было весело, интересно. Самое важное в жизни, наверное, это память. И именно такие праздники, как 1 мая, демонстрации. Не таром говорят, Беларусь помнит. Не только Беларусь. Мы, наверное, все помним дети тех поколений, когда мы собирались вместе с родителями и шли на этот праздник. Прежде всего для меня это праздник семьи, праздник любви, праздник дружбы, праздник, когда оживает природа. Максим Савин, Павел Антонов, Телерадио, компания Гомель.